Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Рижская Елена Викторовна. Я специалист по дошкольному образованию, методист дошкольных образовательных организаций, методист издательства «Айрис Пресс». И сегодня мы продолжаем цикл наших вебинаров по речевому развитию детей. И тему сегодняшнего вебинара вы видите на экране. Звучит она следующим образом. Игровые технологии по развитию звукобуквенного анализа и формированию грамматического строя речи у детей 5-6 лет. Каковы же особенности развития речи детей от 5 до 6 лет? Вообще, мне кажется, этот возраст от 5 до 6 лет, он самый такой благодатный возраст. Когда ребенок много знает, много умеет. У него в арсенале огромное количество слов. Я сейчас вам цифры назову. Поэтому с детьми от 5 до 6 лет работать очень интересно. То есть, интересно работать со всеми детьми. Но с этими детьми 5-6 лет очень интересно опираться на те знания, которые у них уже есть, которые уже сформированы. Каковы же особенности развития речи ребенка от 5 до 6 лет? Ну, во-первых, в данный период у ребенка достаточно быстро формируется языковое чутье. Это дает возможность использовать в предложениях почти все виды грамматических категорий. Речь становится, ну, небогатой, но в речи все чаще появляются сложно подчиненные предложения. Например, мне нравится, когда мама готовит этот торт. Или мне нравится, когда я помогаю маме. Вот такие предложения дети используют очень часто. А они сложно подчиненные. И для построения этих предложений достаточно трудно. Или, например, ребенок говорит, кто будет много учиться, станет очень умным человеком. Ну, спорное, конечно, высказывание, но, тем не менее, очень интересное. Словарь детей в этом возрасте составляет от 2,5 до 3 тысяч слов. Ребенок использует все части речи, которые есть в русском языке, даже причастия, идея причастия. Реже, конечно, чем остальные части речи, но тем не менее использует. В этом возрасте речь детей становится максимально приближенной к речи взрослых людей. Шестилетний ребенок уже достаточно, не очень, а достаточно уверенно пользуется монологической, идеологической речью. Поэтому в большинстве случаев проблем в процессе общения со взрослыми и со сверстниками у нормы типичных детей не возникают. Конечно, есть какие-то трудности. Не без этого. И здесь особенного ничего нет. Ребенок только развивается. Конечно, есть какие-то определенные трудности, но их становится все меньше и меньше. Еще особенности развития речи ребенка от 5 до 6 лет. Нормой в развитии речи детей 5-6 лет считается следующее. Правильное четкое звукопроизношение. Почему? Да потому что к 5 годам артикуляционный аппарат ребенка практически сформирован. Если у ребенка возникают трудности в произношении каких-то звуков, которые мы сами можем исправить, пожалуйста, милости просим к логопеду. Логопеды, как правило, в детских образовательных организациях есть. Дальше, что считается нормой? Умение выбирать соответствующие ситуации, вот для соответствующей ситуации интонации. Интонация, тональность, громкость речи. Все это ребенок выбирает сам или мы ему помогаем для того, чтобы интонация, тональность, громкость речи соответствовали сложившейся ситуации. Нормой считается грамматически правильный строй речи. Ну, уважаемые коллеги, это то, что в идеале должно быть. На самом деле все не так гладко и красиво, и наша помощь, ну, мы и взрослые люди, иногда грамматический строй речи у нас хромает, да? Поэтому, особенно у ребенка. Поэтому, если есть какие-то трудности, давайте ему помогать. Я сегодня вам покажу, как мы это делаем. У ребенка в этом возрасте уже достаточно связная и логическая речь. Логичная, не логическая, а логичная речь. Он очень хорошо запоминает стихи и короткие тексты. Главное, чтобы он не испугался, когда ему трудно запоминать короткие тексты. Когда дети в таком возрасте боятся, что они не справятся и не запомнят, да? Особенно если мы ему скажем, я тебе прочитаю текст, а ты его запомни. Немножко по-другому мы к этой ситуации подходим. Так вот, если они пугаются, что они, как правило, говорят? Я не смогу, я не хочу. Вот наша задача сделать так, чтобы ребенку было комфортно, работая, занимаясь с нами. У детей хорошая способность, если, конечно, мы с ними работали в этом направлении, составлять рассказы по картинкам. Уважаемые коллеги, рассказы не из семи и более предложений. И чтобы в каждом предложении было не меньше пяти слов, конечно, нет. На доступном каждому ребенку уровне он составляет рассказы. Один ребенок может составить больше предложений, и они гораздо более сложные. Другой ребенок меньше предложений, и они проще. В этом нет ничего страшного. Все это разовьется с нашей помощью. Главное, чтобы ребенку было интересно, и чтобы он был спокоен. Главное, не разубедить его в его силах. Это я говорила об умении составлять рассказы по картинкам. Ребенок уже умеет давать развернутые ответы. А он откуда их берет? А мы, когда с ребенком разговариваем, когда развиваем диалогическую речь, мы показываем, что ответы должны быть развернутые. Ребенок уже имеет опыт описывать ситуации и пересказывать тексты. Не короткие только тексты наизусть, а пересказывать тексты. И у него в этом возрасте очень развита критичность. То есть он замечает и свои, и чужие речевые ошибки. И пытается их исправить не только у себя, но и в речи своих сверстников, и даже взрослых. Что, в общем-то, достаточно интересно. Я, например, не могу сказать, что я специально допускаю в речи ошибки. Но если вдруг дети какую-то мою ошибочку в речи видят, они ее обязательно исправляют. Независимо от того, произношение слова правильное или грамотное построение предложений. Дети это четко видят и пытаются это исправить. Я только и хвалю за это. В федеральной образовательной программе дошкольного образования, по которой мы все начинаем работать с 1 сентября 2023 года, очень четко прописаны основные задачи образовательной деятельности ребенка от 5-6 лет до 6 лет в области, но они прописаны по всем возрастам, но сегодня мы говорим о детях 5-6 лет в области речевого развития. Это развитие словаря, обогащение и активизация. Активизация не может быть без обогащения. Поэтому сначала мы обогащаем словарь, ребенок узнает новые слова, а потом мы работаем над тем, чтобы он включал эти новые слова в речь, то есть активизация словаря. Звуковая культура речи, о которой я уже говорила, она должна быть уже сформирована. Практически все звуки дети уже умеют произносить, но тем не менее над звуковой культурой речи мы работаем. Грамматический строй речи, правильное построение предложений, грамотное использование, например, несклоняемых имен существительных, грамотное согласование, например, прилагательных с существительными или там глаголов и так далее. Связная речь. Без всего того, что я перечислила сейчас, да, развитие словаря, звуковая культура, грамматический строй речи, развитие связной речи невозможно. Поэтому вот каждая вот эта область, она развивается не по отдельности, а в комплексе, интегрирована друг в друга. Пункт – подготовка детей к обучению грамоте и развитие интереса к художественной литературе. Но самый, на мой взгляд, такой спорный, даже не спорный, а сложный пункт – это подготовка детей к обучению грамоте, но об этом мы поговорим немного позже. А сейчас мы будем говорить о развитии словаря, о развитии словаря, о формировании и обогащении словаря. Какие же задачи для педагога прописаны в федеральной образовательной программе для развития речи детей от 5-6 лет в области обогащения словаря? Ну, во-первых, вводить в словарь детей имена существительные, которые обозначают профессии. Каменщик, тракторист, швея. Я на предыдущих вебинарах и для детей от 2 до 3 лет, от 3 до 4 лет показывала вам пособия, которые мы используем в дополнение к учебно-методическому комплекту той программы, по которой мы работаем, пособия, которые знакомят детей с профессиями. Очень интересно и рекомендую вам посмотреть вот эти предыдущие вебинары. Мы вводим в словарь детей название техники, например, экскаватор, ну, например, комбайн. Что это за техника, для чего она нужна? Все это есть на карточках. Мы вводим в словарь детей прилагательные, обозначающие признаки предметов. Наречия, характеризующие отношение детей к труду. Старательно, например, бережно. Как мы с вами на занятиях работаем? Мы очень стараемся. А как сказать вот одним словом «мы очень стараемся»? Это значит, как мы работаем? Старательно работаем. Вот новое слово, вошло в обиход детей, да, для обогащения его словаря. А дальше мы это слово используем. Мы вводим глаголы, которые характеризуют трудовую деятельность людей. Мы упражняем детей в умении подбирать слова со сходными значениями, синонимы. Естественно, детям мы не говорим, что это синонимы. Это входит в основную задачу содержания образовательной деятельности. Это мы с вами знаем, что это синонимы. А дети знают о том, что это слова с похожими значениями и с противоположными значениями, с антонимами. Говоря о знакомстве детей с профессиями и об обогащении таким образом их словаря, мы приглашаем вас на вебинар по профессиям, который будет проведен 26 апреля 2023 года в 17.00 на платформе издательского дома 1 сентября. Название этого вебинара вы видите на экране, выпускной в детском саду, опыт проведения квеста по профессиям. Приглашаем вас на этот вебинар. Продолжаем работать дальше по развитию словаря. Каким же образом федеральная образовательная программа предлагает осуществлять активизацию словаря? Вот мы формируем словарь, дети узнали новые слова. Что мы должны делать для того, чтобы активизировать словарь ребенка? Во-первых, закреплять у детей умение правильно, точно, по смыслу, употреблять в речи имена существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, использовать имена существительные с обобщающим значением, например, строитель, хлебороб и так далее. Вот какие основные задачи и содержание образовательной деятельности ребенка от 5 до 6 лет по развитию словаря прописаны в федеральной образовательной программе. Что же говорит нам федеральная образовательная программа? Какие основные задачи и содержание образовательной деятельности ребенка от 5 до 6 лет по формированию грамматического строя речи предлагает нам программа? Не предлагает, а какие требования? Во-первых, это совершенствовать умение детей, согласовывать предложения существительные с числительными. Числительные дети недавно только начали употреблять в речи, это новые для них слова. Учим детей все это согласовывать. Согласовывать, как я сегодня уже говорила, существительные с прилагательным. Образовывать множественное число существительных, которые обозначают детенышей и животных. Обращать внимание детей на несклоняемые, хотя мы знакомили их, но тем не менее, обращать внимание детей на несклоняемые имена существительные. Развивать умение не просто обращать внимание, а развивать умение пользоваться несклоняемыми именами существительными. Ну, например, метро, пианино и так далее. Образовывать по образцу однокоренные слова. Кот, котенок, котище. Образовывать имена существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами. И обращать внимание детей на оттенки значений слов, которые они образовывают. И познакомить детей с разными способами образования слов. Не называя приставочный или суффиксальный, или приставочно-суффиксальный. Просто учим детей, знакомим с разными способами образования слов. Ну и, естественно, одной из задач федеральной образовательной программы звучит продолжать совершенствовать у детей умение составлять по образцу простые и сложные предложения. И при инсценировках, которые мы проводим с детьми, пользоваться прямой и косвенной речью. Какие же пособия мне хотелось бы вам показать по развитию и формированию словаря, обогащению словаря и активизации. И по совершенствованию грамматического строя речи. Пособия, которые я вам покажу, как я уже говорила, вот это все связанная речь. Словарный запас, звукобуквенный анализ, грамматический строй не развиваются отдельно от другого, отдельно друг от друга. Они все интегрированы друг в друга. Невозможно, например, совершенствовать грамматический строй речи без формирования и активизации словаря. И вот это все называется связанная речь. И вот мы включили в развивающую предметно-пространственную среду, которая есть у нас в каждой группе, мы включили вот такое пособие, которое называется «Рассмотри, придумай, расскажи. Весенние приключения». Это пособие для развития словаря и совершенствования грамматического строя речи. Дети работают с этим пособием с большим удовольствием. Еще и потому, что в пособии нет текста. Вот, посмотрите, пожалуйста. Я открою пособие, покажу. Здесь нет ни единого слова текста письменного. Но есть огромное количество деталей, которые можно рассматривать на каждой странице и работать с ними снова и снова. Ребенок рассматривает иллюстрацию, учится наблюдать, например, за одним и тем же персонажем, который здесь или за одной и той же сюжетной линией, которая дается практически на каждой странице. Так вот, ребенок рассматривает иллюстрации, учится наблюдать, учится фантазировать, потому что здесь есть задания, которые этому способствуют. И ребенок учится придумывать рассказы. Не составлять, а придумывать свои рассказы. Что мы развиваем? Мы развиваем воображение, речь, пространственное мышление, потому что даем задание, где находится, например, шарик. Он высоко или низко? Он высоко. А на другой странице шарик, где он? Поймала его девочка или нет? Так вот, пространственное мышление развиваем, восприятие. Словарный запас обогащаем? Конечно. Совершенствуем грамматический строй речи. Конечно, дети сами придумывают упражнения, тем более задания здесь этому способствуют. Здесь есть очень интересные наклейки, их 65 штук. Вот любые из этих наклеек ребенок берет и наклеивает на ту страницу, на которую он считает нужным. И составляет небольшие предложения. А в конце этого пособия, посмотрите, пожалуйста, есть рекомендации взрослому. Во-первых, как играть с книгой? Развиваем речь. Темы для разговора с ребенком. Смотрите, какие темы. Чем весна отличается от других времен года? Знакомим детей с окружающим миром? Конечно. Просим у ребенка развернутый ответ дать? Да. Почему это пособие называется «Весенние приключения»? Следующая тема для разговора с ребенком. Мы же говорим о весне. Какие птицы прилетают к нам весной? Какие птицы перелетные? Почему они так называются? Зачем нужны скворечники? Как еще люди помогают животным? И так далее, и тому подобное. Кроме этого, есть занимательные задания. Найдите на каждом развороте три велосипеда. Найдите на каждом развороте семь желтых тюльпанов. Для того, чтобы, например, это найти, ребенок должен внимательно посмотреть? Конечно. Потом здесь есть такие сюжетные линии, герои которых, образно говоря, проходят из разворота в разворот. С одним и тем же героем происходят разные приключения. Ребенок должен найти его на каждом развороте и рассказать, что с ним происходит. Вот это пособие называется «Весенние приключения». Почему именно это пособие я взяла? Ну, сейчас весна, да? Скоро лето, и дети должны уже в этом возрасте отличать весну от зимы и так далее. Поэтому вот таких пособий у нас несколько. Это, я повторяю, весенние приключения. Есть еще зимние приключения, осенние приключения, летние приключения. И ко всем этим пособиям есть очень интересные задания для развития речи ребенка. А теперь, коллеги, поговорим о звуковой культуре речи. Какие же основные задачи и содержание образовательной деятельности ребенка от 5 до 6 лет нам ставит федеральная образовательная программа? Что же делает педагог по развитию звуковой культуры речи у детей от 5 до 6 лет? Ну, во-первых, развиваем звуковую и интонационную культуру речи. Развиваем фонематический слух, который мы начали развивать еще в 4-5 лет. Мы способствуем освоению правильного произношения сонорных звуков. Л, Р. Звуки самые трудные, тяжелее всего поддаются детям. Вот именно эти звуки. Упражняем детей в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов. Формируем умение использовать средства интонационной выразительности при чтении стихов, при пересказе литературных произведений, в процессе общения и так далее. Что же можно порекомендовать для развития речи ребенка 5-6 лет, для развития звуковой культуры речи? Ну, во-первых, логопедические игры. Логопедические игры. Почему? Мы же говорим о звуковой культуре речи. Почему именно логопедические? Ну, они нам очень хорошо помогают, чтобы дети произносили все звуки и развивались. Именно логопедические игры помогают закрепить правильное произношение отдельных звуков в речи в увлекательной для детей форме. Для занятий с детьми этого возраста удобнее всего использовать специальные пособия. Ну, в продаже существуют самые разные пособия для работы над звукопроизношением, но мы остановимся сейчас на двух видах. И первый вид пособий, о котором мне хотелось бы вам рассказать, мы очень активно пользуемся этими пособиями, вот наши воспитатели, это логопедические игры в тетрадях. Вы видите их на экране. И вот я здесь положила перед собой на стол. В этих тетрадях, ну, например, вот такая тетрадь, приключения л, логопедические игры, правильно произносим звуки. В тетради обычно даны упражнения на закрепление правильного произношения какого-то одного звука. Все задания сгруппированы по разделам. Все задания сгруппированы не просто по разделам, а по разделам с постепенным усложнением материала. Не так, что вот давай произнеси этот звук. Материал очень постепенно усложняется. Упражнения очень увлекательны, обыгрываются в одном сценарии, поэтому ребенок в процессе такой игры не сильно устает. Основная функция данных тетрадей с заданиями. Это автоматизация звукопроизношения. Постановка звука в данном возрасте должен заниматься и воспитатель, и логопед. Здесь применяются авторские методики, которые нам в этом очень хорошо помогают. Особое внимание уделено развитию лексико-грамматической стороны речи, обучение связному высказыванию, развитию мелкой моторики и подготовке руки ребенка к письму. Это тоже здесь есть. Ну вот, например, посмотрите, пожалуйста, сейчас я открою. Во-первых, здесь есть обращение к взрослым. Как работать с тетрадью? На что обратить внимание? Дальше. Вот такие забавные задания я повторяю от простого к сложному. Это только один из примеров. Вот мы работаем с какой буквой, коллеги? Из буквы Л в данном случае. Найди букву. Ты научился правильно произносить звук Л. Он очень рад и хочет познакомить тебя со своей подругой, буквой Л. Ну, мы в данном случае произносим как звук. Мы с тобой отправимся с ними в путешествия, будем выполнять вместе разные интересные задания. Только где же эта буква? Мы учим детей различать, что такое звук. Что такое буква? Звук – это то, что мы произносим. И произносим на выдохе. Буква – это значок, с помощью которого записывается звук. И самые-самые разные задания по работе с этим звуком. Переодетые буквы. Найди буквы на картинке. Балаболки. Вот посмотрите, пожалуйста. Ла-ла-ло. Лы-ле-ла. И так далее. Ребенок повторяет, учится произносить звук. Вот такие забавные тетради. Жужжалочка и шипелочка. Понятно, над какими звуками мы здесь работаем. Например, улица шипелочки. Да, что лишнее. И так далее. Очень полезно работать с детьми по этим тетрадям. Даже независимо от того. Даже если ребенок полностью правильно произносит все звуки. Все равно закрепляем это умение. Вот. Вот такие тетради. Логопедические игры в тетрадках. Следующее пособие, которое я хотела бы вам показать по развитию звуковой культуры речи. Это логопедические игры. Но не в тетрадях, а на карточках. Посмотрите, пожалуйста. Вот звуки Р и Р. Тренируем произношение. И звук Л. Звук Л, как правило, ребенок в этом возрасте уже очень хорошо произносит. А звук Л считается наиболее трудным. Вот такие карточки. В каждом пособии по четыре игры. В каждом пособии дается инструкция взрослому, как работать. Как же устроены эти карточки? Вы видите на слайде, что эти игры, эти игры на карточках, ну, во-первых, они разработаны учителями-логопедами. Они разработаны для автоматизации правильного звукопроизношения, для развития слухового внимания и фонематического слуха. Они состоят из двухсторонних карточек, из двухсторонних карточек, которые имеют цветную сторону карточки и черно-белую сторону карточки. На цветной стороне карточек, и вы видите это на экране, даются половинки сюжетных картинок. А вот предметы на этих сюжетных картинках все включают в себя тот или иной звук в зависимости, в какую игру мы играем. Так вот, работа с ними направлена на активизацию познавательных действий и развитие сенсорных функций, пространственных представлений и зрительного внимания. То есть ребенок из двух половинок составляет целую картинку и предложение к ним, либо название картинок и предложения читает им педагог. А вот игры на черно-белой стороне карточек, они немного сложнее и динамичнее. Они направлены в развитие произвольного внимания, пространственного мышления и целостного восприятия слов и образов. Игрокам предстоит собирать из половинок различные предметы и читать слова. Если на цветной стороне карточек мы из двух половинок собираем целую картинку, то на черно-белой стороне карточек дети собирают различные предметы из половинок. Очень развивающая игра, она у нас есть в развивающей предметно-пространственной среде, когда дети могут подойти и поиграть в эти игры, особенно если они с ними знакомы. «Связная речь коллеги. Какие же основные задачи и содержание образовательной деятельности в федеральной образовательной программе для детей данного возраста?» Мы, как педагоги, должны в развитии связной речи способствовать развитию монологической речи, помогать детям формировать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки, как я уже говорила в речи сверстников, обогащать представление детей о правилах речевого этикета, развивать умение детей соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия, поддерживать интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе и поощрять использование в диалоге разных типов реплик. Мы в этом возрасте в соответствии с требованиями программы формируем у детей умение самостоятельно строить игровые и деловые диалоги. Мы учим пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, правильно передавать идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью. Вот я процитировала то, что говорит Федеральная образовательная программа, и на слайде вы видите прям выписку из того, что говорится в программе. Какие же пособия мы используем в наших детских садах для того, чтобы формировать вот такую грамотную связанную речь. На предыдущих вебинарах я вам уже показывала вот это пособие, которое называется «Рассказы по картинкам. Умные игры с картами». Это пособие у нас обязательно помещено в развивающую предметно-пространственную среду в каждой группе. И мы этим пособием пользуемся буквально от трех лет и до выпуска детей. Оно не надоедает детям, потому что мы не берем сразу все карточки, мы не берем сразу все сюжеты, данные в них. Но мы раскладываем карточки с одинаковой рамкой в правильной последовательности и составляем предложения и небольшие рассказы. И особенно я обращаю ваше внимание на обратную сторону, на черно-белую сторону этих карточек, потому что там изображены дети с разным эмоциональным состоянием. Здесь можно поиграть с ребенком. А вот это спросить, какое эмоциональное состояние? А это восхищение. А как бы ты изобразил восхищение? А вот это какое эмоциональное состояние? Любовь. А как бы ты изобразил любовь? Очень интересно и полезно иметь в группе вот такое пособие. Следующий раздел, о котором мне хотелось бы с вами поговорить, это подготовка к обучению грамоте. В школьной программе заложено очень мало времени на освоение навыков чтения и письма. Поэтому раздел по подготовке к обучению грамоте заложен в новую федеральную образовательную программу. И вы его видели. И этот раздел призван помочь будущему первокласснику освоить чтение и письмо раньше поступления в школу. Но если мозг ребенка к этому готов, если вы видите, что ребенок не готов к обучению грамоте, то оставьте это в школе и делайте только то, что написано в федеральной образовательной программе. А что же нам предлагает? Что прописано в федеральной образовательной программе? А в федеральной образовательной программе прописано буквально следующее. Педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков. Легко? Конечно. Педагог помогает детям осваивать термины слова, звук, буква, предложение, гласный звук, согласный звук. Педагог помогает, учит ребенка проводить звуковой анализ слова. А зачем? Ну не так, как, конечно, в пятом и четвертом классах фонетический разбор слова, когда мы пишем сколько букв, сколько звуков. А зачем ребенку проводить звуковой анализ слова, уметь? Да ребенок просто не должен, наши дети нам ничего не должны. Нужно научить ребенка, развить в нем вот это умение, называть звуки в определенной последовательности, называть первый звук, называть последний звук и понимать, что такое звук и что такое буква. Осуществлять звуковой анализ простых трех звуковых слов. Но начинаем мы с того, что сами произносим эти слова и просим ребенка повторить это слово по звукам. Мы учим ребенка интонационно выделять звуки в слове, различать гласный и согласный, определять твердость и мягкость согласных. И, составляя предложения, определять количество и последовательность слов в предложении. Но, уважаемые коллеги, у нас только подготовка к обучению грамоте. В задачу детского сада нет таких предметов, как обучение грамоте и письмо. Мы готовим ребенка к обучению грамоте. Конечно, будет хорошо, если ребенок придет в школу, и он знает, что такое звук, что такое буква, какой звук твердый, какой мягкий, умеет читать. Ну, это в идеале. Это в идеале. Конечно, можно этого добиться, но смотря какой ценой. Поэтому мы все делаем и готовим детей к обучению грамоте, только опираясь на индивидуальные особенности каждого ребенка. Только так, чтобы ему было интересно. Берет он материал? Хорошо. Нет еще, вы видите, что рано. Оставьте, потом это сделаете. Я имею в виду буквы, звуки, предложения и речь. И вот одним из самых действенных средств для развития речи, ну, как готовить ребенка 5-6 лет к обучению грамоте? Так вот, одним из самых действенных средств для развития речи являются дидактические игры. Правильно? Конечно. Потому что игра – основная деятельность ребенка дошкольного возраста, поэтому, предлагая им те или иные дидактические игры, не просто так «играйте в прятки», а мы ставим перед собой цель, которую мы должны достичь, предлагая детям ту или иную дидактическую игру. Именно дидактические игры могут стимулировать формирование различных аспектов речи. Именно в игре дети активно усваивают весь материал, учатся культуре общения. И главной особенностью дидактической игры, которой она отличается от всех существующих, от игр просто, является наличие обучающей задачи. И эта задача решается при помощи определенных правил и действий. В дидактических играх на развитие речи основными направлениями будут обогащение словарного запаса, формирование, как я уже говорила, грамматической и звуковой культуры речи и оформление связной речи. Как же готовить ребенка 5-6 лет к обучению грамоте? Какие пособия использовать? К тому же, надо обязательно сказать, что мозг ребенка лучше развивается, когда ребенок получает опыт разных видов деятельности. Ну вот, например, разные виды деятельности в игре. Речь пойдет о настольно-печатных играх. И первое пособие, с которым мне хотелось бы вас познакомить, это вот такие кубики. Вы их видите на экране, вот в руке я держу. Эти кубики называются «Учимся читать». Учимся читать. Но это не значит, что мы учим прям читать по этим кубикам. Нет. Мы знакомим детей с буквами. Вообще, методика работы с такими кубиками разработана специалистами в области раннего развития детей. Ребенок знакомится с буквами, складывает их в слоги и слова. И кроме того, что очень полезно, кубики, работа по кубике, кубики сопровождаются системой заданий вот на таких карточках. Это для взрослого. То есть, как работать с этими кубиками. Но один из вариантов работы с этими кубиками вы видите на экране, когда мы называем первый звук в названии животного, например, звук «Д» и буква «Д» и так далее. И так называя первый звук в названии каждого животного, мы подставляем буквы, и у нас получается слово. В данном случае слово «ДУПЛО». Посмотрите на экране. Когда мы составили это слово, мы еще раз повторяем звуки, еще раз повторяем название букв, и кроме того, работаем по развитию связанной речи. Мы спрашиваем, знакомим детей с окружающим миром. Вот такое слово необычное «ДУПЛО». «ДУПЛО», «А что это такое?», «А что бывает в дупле?», «А зачем они нужны?» Вот такие интересные задания по данным кубикам. Они самые разнообразные. Можно посмотреть, когда есть такие карточки. Следующее пособие по подготовке детей к обучению грамоте. Я очень люблю эти пособия, так же, как и, например, «Лото», которые есть у нас. Но эти пособия называются многоразовые наклейки. И вот это пособие, которое я вам показываю, вы на экране видите, я в руках держу. Эти многоразовые наклейки называются «Играем с буквами». Играем с буквами, потому что мы знакомимся с названием звуков, с написанием. Знакомимся с буквами и с ними играем. Следующее пособие, с которым мне хотелось бы вас познакомить по подготовке к обучению грамоте. Вот такое пособие, которое называется «Прописи». Пишем печатные буквы. Уважаемые коллеги, мы ни в коем случае не дублируем программу первого класса. Мы учим детей на доступном им уровне писать печатные буквы. Есть рекомендации взрослым, как заниматься. И самое главное, написано «Желаем успехов». «Желаем успехов и детям, и взрослым». Вот так они выглядят внутри. Вот я первую попавшуюся страницу открываю. Буква «Б». Здесь изображены предметы, которые начинаются с этого звука. Здесь показаны стрелочками, как записывать эту букву. Взрослым рекомендации, чем дети записывают буквы в этой прописи. Простым карандашом мягким. И по стрелочкам. Сначала по стрелкам, потом частично самостоятельно, потом полностью самостоятельно они записывают буквы. Вот еще такие буквы. Вот обратите внимание, принцип работы, принцип правильного написания букв, он один и тот же. Но задания самые разные. Самые разные. Вот такая очень удачная вещь для каждого ребенка. Обратите на это внимание. Следующее пособие по подготовке к обучению грамоте – вот такие карточки с очень веселыми заданиями. И они называются «Учим буквы». Мы, работая с этими карточками, развиваем основные психические функции ребенка – мышление, внимание, память, восприятие, воображение и речь. В данном наборе 18 двусторонних карточек. Даны очень веселые задания и методическое пособие для взрослых. Взрослый смотрит, как работает с этими карточками. Ребенок работает. Вот на экране вы видите эти карточки. Вы видите, как написаны буквы. Вот. А задания на самом деле очень веселые и интересные для развития детей. Следующее пособие, следующее пособие, которое вы видите на экране и у меня в руках – это вот такие занимательные карточки для подготовки к обучению грамоте. Они есть и в наборе. И я вам показала отдельно, как устроены эти пособия. Мы, дети, осваивают технику чтения, начиная от простых слогов с нашей помощью до словосочетаний и целых коротких предложений. И вот благодаря предложенной итоговой форме работы у детей появляется желание читать самостоятельно, потому что они складывают картинки, потому что нужно подобрать правильную букву или подобрать правильный слог. Детям интересно. У них появляется желание читать и читать самостоятельно. Вот такие пособия, которые называются занимательные карточки. На этом, уважаемые коллеги, я заканчиваю свое выступление. В завершении хотелось бы подчеркнуть, что развитие речи ребенка, и вы это знаете, один из самых важных показателей его познавательного развития. Грамотная речь, грамотная речь, может повлиять на успешность ребенка и его дальнейшую реализацию в жизни. Но главное, речь – это средство общения. И это средство общения помогает получать, передавать, понимать информацию и взаимодействовать с окружающими людьми. И взаимодействовать очень хорошо и грамотно, и по-доброму. Я завершаю свой вебинар, коллеги. На экране вы видите, где мы приобретаем эти пособия. Можете себе записать, тем более вебинар будет в архивах 1 сентября или на сайте издательства Iris Press. Спасибо вам за внимание, спасибо огромное. Приходите на наши вебинары. Вебинар по речевому развитию детей 6-7 лет будет проходить в мае. Вебинар о речевом развитии детей 6-7 лет. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание. Всего вам доброго. Успехов в работе. И самое главное – здоровья. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok